Сегодняшняя проповедь Побеждать лукавого в жизни Побеждать лукавого в жизни Ветхозаветное отношение к дьяволу было такое Отец избавь нас от лукавого То есть мы ждем пока Бог нам поможет избавить нас от лукавого В Новом Завете немножко поменялась ситуация Когда начинается Новозаветный период Не с рождения Иисуса Новозаветный период начинается с момента Когда Иисус умер и воскрес В Новом Завете мы не просим, чтобы Бог избавил нас Мы поражаем лукавого Библия учит противостаньте ему Вот не избави нас от Божьего, а противостаньте Написано, надо его выгнать Надо его противостать Поэтому поймите, есть лукавый Который пытается разрушать жизни людей Это его специальности Разрушать жизни И когда лукавый находят какую-то точку, через которую разрушат Дьявол редко меняется Как только он нашел человека одного Через которого разрушат Он не уйдет в ближайшее время Он использует одного и того же Поэтому когда в жизни есть люди Через которых ты уходишь от Бога Уходишь от Божьего плана Разделают тебя от правильных людей Такие люди, нужно очень осторожно с ними Потому что дьявол не поменяется Быстрее всего До конца доделает Чтобы был полный разрыв между тебя И теми людьми, которые Бог поставил в твою жизнь Лукавый он лукавый 1 Иоанна 2 глава 12 стиха Библия говорит Пишу вам дети Потому что прощены вам грехи Ради имени Его Пишу вам отцы Потому что вы познали сущего От начала Пишу вам юноши Потому что вы победили Лукавого Пишу вам отроки Потому что вы познали отца Я написал вам отцы Потому что вы познали безначального Я написал вам юноши Потому что вы сильны И Слово Божие пребывает в вас И вы победили лукавого. Не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовеки. Заметите, первое, несколько позиций христианина. Первое, грехи прощения. Правда, мы рады, что наши грехи прощения? Скажите со мной, слава Богу, мои грехи прощения. Второе, познать Отца. Оказывается, в жизни недостаточно получить прощение грехов. Надо, это начало, это точка начальная. Но оказывается, после этого нужно познавать Бога. Третья позиция. Победили лукавого. Оказывается, можно иметь прощение грехи и не уметь победить лукавого. И можно даже познать Бога, Отца, и не уметь победить лукавого. В жизни нужно все три. Грехи прощения, Бога познаю и лукавого победил. Потому что, если не победить лукавого, он может так повлиять на твою жизнь, что все, что ты собрал за все годы, он может уничтожать очень быстро. Лукавый, он является и твоим врагом в жизни. Это дьявол. Дьявол, это не миф. Это не какую-то мифическую личность, которой на самом деле нет. А люди придумали его. Есть личность, которая каждый день просыпается с одной целью. Разрушить тебя, уничтожить тебя, украсть тебя, убить тебя и погубить. У него других целей нет. Поэтому его задача забрать все хорошее, что у тебя есть. У тебя дети ценнее, дьявол может их разрушить через тебя же при том. Потому что он ищет разрушать все ценное, что у тебя есть. Вы не представляете, сколько людей, родителей, становятся орудиями дьявола на уничтожение их же детей, которых они якобы любят. Дьявол может разрушать твой бизнес, твою работу. У него нет ничего, что он считает твое, что оно должно остаться. Первое. Петра. Библия говорит так. Пятая глава. Восьмой, девятый стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рикающий лев, ища кого поглотить. Противостоите ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Не важно, какие мысли он тебе приносит, и как он разрисует, что это полезно тебе, оно разрушит тебя. Нет ничего хорошего, что дьявол может тебе предлагать. Все, что дьявол предлагает, приносит разрушение, замедление скорости, и к тому, чтобы у тебя в жизни не получилось. Поэтому мы не обращаем внимания на все, что дьявол предлагает. Скажите амин. Потому что этот противник, он ходит, как рикающий лев, ища кого поглотить. Вывод означает, что он не всех может поглотить, но если он найдет шанс, он не упускает. Какие бывают признаки того, что дьявол действует в вашей жизни? Потому что мы хотим разрушать этого лукавого, мы хотим его победить, мы не хотим, чтобы он работал в нашей жизни, а как мне распознавать, что в моей жизни он работает, он что-то делает. Потому что многие люди даже не знают, как распознавать. Первое. Если дьявол работает в твоей жизни, какие-то постоянные действия есть, он разрушает твое почтительное отношение к Богу. Это одно из вещей, что дьявол обязательно сделает. Страх Божий исчезает. Почтение к Богу исчезает. Почтение к Слову Божию исчезает. Второе. Он приносит обман по отношению к Богу, к людям и к себе. Обман по отношению к Богу, к людям и к себе. Если вдруг есть люди, с которыми все хорошо двигается, и вдруг ты от них отвергиваешься, и нет объяснения, какое. У тебя обман, который дьявол принес по отношению к этим людям. Вы понимаете? Заметите, что дьявол, он работает в основном через обман. Обман – это его главный метод работы. Обманывать людей. Твой папа тебя не любит. Твоя мама тебя презирает. Твои дети тебя не уважают. Твой пастор не ищет доброго для тебя. Твои вот это постоянно он обманывает. И когда обмани его, начинает работать в твоей жизни, это значит, дьявол на что место он начинает работать? Третье. Появляется тяга к миру в тебе постоянно. Тяга к миру – признак, что дьявол уже работает. Полная рабочая смена. Что такое мир? Мы с вами читали, 1 Иоанна 2, 15-17. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчая. Это означает, как только ты поворачиваешься к миру, Божья любовь тебе перестает работать. И в это время ты полностью повернулся к дьяволу. По-другому можно сказать, мир равняется губерния дьяволская. Вы понимаете? Когда человек находится под влиянием мира, он полностью под влиянием, и дьявол легко с таким человеком справится. Как выражается мир? Вот, написано, 16 стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Поэтому, когда появляется в твоей жизни тяга к миру, к похоть плоти, к похоть очей, к гордость житейская, это явный признак, что лукавый работает в твоей жизни по-крупному. Скажите, аминь. Четвертое. Болезни физические, болезни душевные, болезни эмоциональные, такие как депрессия, страх, обиду, апатия, замешательство, безнадежность. Когда приходят такие признаки, надо воевать. Я не говорю, что каждый раз, когда появляется какой-то признак, значит сразу дьявол. Нет. Иногда это просто искушение идет. На самом деле это не дьявол, так капитально там работает. Но когда все, что я перечисляю, несколько позиций сразу можно найти, опасно. Следующее, уже пятое. Гонение за твою веру. Сколько раз бывает человек принимает Иисуса, радуется, вот пришел к Богу, вот особенно, сколько женщин, я знаю, которые приняли Иисуса, так сильно, побежали домой, начинают мужу рассказать, и муж восстал. Мама восстала, тетя восстала, соседи восстали, и кот восстал, даже поцарапал кот, и вообще со всех сторон восстали. Зачем дьявол это делает? Особенно сразу после покаяния, или после определенного решения. Я видел, когда люди принимают решение прийти к Богу, или принимают решение расстаться с чем-то дьяволским. Сразу восстает, что-то поднимается, что заставляет тебя снова назад. Или назад в мире, где нет веры в Иисуса Христа, или назад в какую-то привычку плохую, где ты получаешь утешение, или к чему-то еще, только для того, дьявол он это все поднимает, чтобы вернуть тебя обратно. Когда идет гонение за твою веру, это признак, что дьявол работает вокруг тебя. Неважно, то ли от друзей, или от родственников. Шестой, когда есть демонические нападки в прямом смысле в твою жизнь. И замерите, дьявол бывает нападает, как колдовство на тебя, напрямую. И надо понять, когда это начинает происходить, это означает, лукавый работает против тебя. Еще пару, и я пойду к решению. Седьмой, как можно понять, что лукавый работает против меня, когда все, что ты делаешь для Бога, для Божьего Царства, свое предназначение, свои мечты, свое призвание, ты начинаешь выбрасывать. Когда появляются в твоей жизни обстоятельства, которые разрушают, вот это, эти обстоятельства, быстрее всего, иметь вдохновение от дьявола. И главное, можно это все победить. Восьмой, зависимость появляется. Любая зависимость, в любом виде, это признак, что лукавый работает в твоей жизни. То ли это наркотики, алкоголь, или сексуальная зависимость, навязчивые мысли, все это разрушать можно. Можно убрать, можно уничтожить. И последний, при том, это не исчерпающий список, признак того, что дьявол работает в твоей жизни, это когда любой вид мучения, оно в твоей жизни. Душевное мучение, мысль, мучающая тебя, любое терзание от твоей жизни. Бывает терзание по твоей вине, или по вине других людей. Это бесконтрольные мысли, которые ты хочешь убрать, и не получается. Ты делаешь все, что надо на работе, и все равно не получается. С детьми и все равно не получается. Бизнес и все равно не получается. В теле и все равно не получается. Отношения все равно не получается. Это признак того, что лукавый работает в твоей жизни. Возникает вопрос, надо победить. Вот как эти юноши, за чего похвалили юноши? Написано, потому что вы победили лукавого. Оказывается, юноши получили похвалу по одной причине. Они победили лукавого. Заметьте, вы призваны побеждать лукавого, побеждать дьявола, побеждать все его мысли и плане. Потому что если это не сделать, дьявол рано или поздно в разные расписания для разных, он принесет полное разрушение. То ли работа твоя, то ли бизнеса твоего, то ли служение твоего, то ли твое предназначение, то ли твою семью, то ли твои отношения с детьми. Не важно, что дьявол пришел разрушить. Или победит, или он в свое время тебя уничтожит. Главный метод победить лукавого называется путем истины. Скажите со мной, истина всегда побеждает лукавого. Еще раз скажите, истина всегда побеждает лукавого. Смотрите, как Иисус учил. Не дайте зло, не отвечайте злом за зло. Почему? Потому что зло не побеждает зло. Только то, что истина, то, что Божие, то, что божественного качества способно победить то, что вражеского от лукавого. Скажите, аминь. Поэтому человек тебе сделал зло. И ты отвечаешь, злом ты не победил. Ты умножил зло. А зло надо победить добром. Тогда сможешь нейтрализовать силу зла. Поэтому написано в Евангелии от Иоанна 8 глава 30 стих по 32. Он говорил, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него и иудеям. Если пребудьте в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Заметите, это люди, которые уверовали. Они уже верующие. Они уже Божьи дети. Но Иисус говорил, что они не свободны. Он говорит, вы уверовали, молодцы. Теперь еще есть один шаг. Какой? Пребудьте в Слове Моем первые. И вы будете свободными. Оказывается, покаялся, приняли Иисуса, не означает свободными. А для свободы, говорится, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Библия, это единственная книга, содержание которой, когда откроется тебе, когда познаешь, что внутри, оно влияет на твою жизнь. В Слове Божьем надо пребывать. Имея в виду постоянство. Не имеется в виду не ходить на работу, потому что я читаю Библию. Есть такие люди, сидит дома, читает Библию, на работу не ходит. Не об этом говорится. Но имеется в виду, оно должно остаться читать, размышлять, обдумывать, читать, размышлять, обдумывать и применять в жизни. При этом можно и работать, и учиться, и много чего еще преуспевать в жизни. Скажите аминь. Написано, и познайте, означая откроется вам, придет откровение, вы поймете, о чем идет речь. Дьявол не любит, чтобы ты понял, о чем Библия говорит. Почему дьявол не любит? Потому что как только тебе понятно стало, все его цепи разрываются. Что означает, что тебе истина открылась? Это означает, что Иисус Христос перестает быть исторической личностью. Он становится живым, реальным, сегодняшним. И Библия перестает быть историческим документом. А оно становится живая книга, которая приносит тебе жизнь на сегодня. Скажи да аминь. Смотри, как написано в Библии. Римлян 12 глава, 20-21 стих. Если враг твой голоден, накорми его, а если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящий уголь. И не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Истина – это откровение Слова Божьего. Два. Истина – это Божье качество, которое двигается через нас. Согласно римлянам, это называется добро. Когда ты поступаешь по-доброму, истина работает через тебя. И ты нейтрализуешь зло. Поэтому, заметьте, истина, согласно Библии, была все время. Евангелие от Иоанна 1,17. Библия говорит так. Ибо закон дан через Моисей. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Произошли означает открылась через Иисуса Христа. Скажите, открылась. По-другому, истина была все время. До появления Иисуса на землю, истина уже была. Как она открылась в наши дни, истина, которая была все время. Истина жила, истина живет, истина будет жить. Но она открылась через Иисуса Христа нам, людям. Кто-нибудь меня понимает. Это означает, вне Иисуса Христа ты не можешь получить истину. Когда мы с вами, нам открывается Божье обетование, то Божья истина начинает работать в нас. Кто-нибудь меня понимает. Когда я узнаю, ранами Иисуса я иссилен. Ага, поверю. И истина начинает работать во мне, иссиляя меня. Кто-нибудь меня понимает. То есть, как только Божье Слово, первая из этой части, это Божье обетование. Второе, это Божьи принципы. Когда принципы Божьи мне открываются, это еще одна река, через которую Божья свобода приходит в мою жизнь. Первое, я могу познать Божьи обетования, я могу познать Божьи принципы. Третье, я могу познать Божьи требования ко мне. Вы знаете, что есть такие люди, которые обетования Божьи не знают, принципы Божьи не знают, но они знают, что от них требует Бог. И когда они начинают исполнять требования Божьего послушания, истина проникает в их жизни тоже. И они получают свободу. Четвертое, когда я исполняю мою ответственность, согласно тому, как Бог ожидает. Исполняю. Я пришел на собрание, взял свою десятину, отдал. Бог меня не требовал, он меня. Но я решил, потому что я понял, это моя ответственность в церкви. Это моя ответственность там. Я нашел человека на улице, он голодный, не кушал ничего, достал деньги, покормил его. Бог меня не требовал от меня это. Но я чувствую ответственность, хочу ему помочь. И когда я делаю такие вещи, истина проникает в мою жизнь и снова приносит благословение. Еще лучше, когда все это, все это живет во мне. 1 Иоанна 5,4 Библия говорит так. И всякие рожденные от Бога побеждают мир. И вся есть победа, победившая мир, вера наша. Вера моя. Это означает, я принимаю истину Божию в любом из этих четырех направлений. Я верю и начинаю действовать согласно этой истине. Бог желает, чтобы мы не только получили свободу для себя. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Помните, любая истина, означая, открылось тебе Слово Божие, обетование Божие, принципы Божие, требования Божие к тебе и ответственность, оно приносит свободу. Два. Истина тем, что ты проявляешь Божие качества. Доброта там, где зло. Скажите аминь. Любовь там, где ненависть. Скажите аминь. Когда ты проявляешь то, что Божие, то, что доброе, ты нейтрализуешь сразу дела дьявола. Вот поэтому в любом виде истина, она побеждает лукавого. Но Бог не хочет, чтобы мы только получили свободу для себя. Бог желает, чтобы и мы приносили свободу другим людям. Недостаточно, чтобы только мы получили свободу. А для того, чтобы приносить свободу другим людям, надо, чтобы кроме познания истины, нужно, чтобы мы также имели в нашей жизни два качества. Первое. Наполняться Духом Святым. Диане Апостолов 1.8. Написано. Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелями. Замерите, сила Божия на твою жизнь делает тебя уже переносчиком свободы к другим людям. Недостаточно самому быть свободным. Бог хочет, чтобы ты приносил свободу другим людям. Как высвобождать свободу? Передать другим людям или даже в своей жизни. Первый метод высвободить эту свободу через имя Иисуса. Скажите со мной, во имя Иисуса, дьявол приказывает тебя, уходи из отдела финансов. Это если вас касается, такое надо учиться делать. Потому что это отдела финансов не освободится, пока ты не провозгласишь, во имя Иисуса, с дьявола, уходи из отдела финансов. Поэтому скажи, то, что я имею, скажи, я имею имя Иисуса. И последнее местоописание, Якова 5,16. Якова 5,16. Как сделать, чтобы эта истина через нас работала на помощь другим людям? Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исселяться. Много может усиленная молитва праведного. В оригинале написано, усиленная молитва праведного сделает, чтобы много сил было для действия. Любая работа лукавого, в любом направлении, в любом виде, можно победить. И можно убрать. Истина в тебе, власть во имя Иисуса и молитва в твоей жизни нет ничего из того, что может придумать дьявол, что ты не сможешь победить. Продолжение следует...